Дорогие друзья, мы бы хотели сделать обзор на инкубатор 128 оранжевый. В принципе, отличает их от синего только выдвижные лотки. Ну что ж, приступим. Инкубатор идет в пенопласте и обязательно инкубировать его необходимо в пенопласте. В комплекте есть испаритель. Для испарителя также есть запасные фильтры. Испаритель должен стоять в самом низу, сверху его прикрываете сеткой. Дальше собираются ярусы и провод испарителя проводим в верхнюю часть инкубатора. Все будет стоять таким образом. Дальше подсоединяется второй ярус к этой фишке. И провод также просовываем через второй ярус в верхнюю часть инкубатора. Для начала работы с инкубатором вам нужно обязательно залить в него воду. Примерно 500 мл теплой, обязательно кипяченой воды. Сзади у инкубатора есть заливные два отверстия снизу. Посредством через них нужно залить воду. Инкубатор имеет автоматические режимы, также имеет ручной режим инкубации. Автоматические режимы у нас курица, утка, гусь, фазан и перепелка. Режимы меняются кнопкой мод. Зажимаете, держите. Здесь меняются режимы. У каждого режима своя температура и влажность инкубации. Он полностью автоматически все сам делает за вас. Вам нужно следить только за уровнем воды в инкубаторе. И также есть ручной режим, в котором вы можете установить температуру и влажность, которая вам более подходящая и нужная, и инкубировать в ручном режиме. Например, у нас инкубационное яйцо куриное. Мы ставим режим курицы. Он полностью автоматически будет менять температуру. Соответственно, дня инкубации. Пройдемся по цифрам. Снизу желтые цифры. Это установленная температура и установленная влажность. Сверху это фактическое, что находится сейчас в инкубаторе. 31 это температура, 49 это влажность. Цифра 120 это 120 минут до переворота. Инкубатор в автоматическом режиме переворачивает один раз в два часа. Снизу это первый день инкубации. Первый, второй, третий и так далее. Это у нас хит показывает, что включен ТЭН. Поскольку у нас температура еще не набралась, ТЭН работает. Это испаритель. Также у нас влажность не соответствует. У нас работает испаритель. И датчик АЛАРМ, он сообщает, что у нас показания не совпадают. Когда у вас показания будут одинаковые, датчик АЛАРМ потухнет. Советуем вам инкубировать в автоматическом режиме. Здесь все параметры идеально подобраны под каждую виду птиц. Также, если вы сбили настройки инкубатора, вы можете всегда его перезагрузить. Зажав кнопки плюс-минусом, он у вас перезагрузится. И будет в заводском режиме работать. Также есть понятная инструкция на русском языке. Там тоже все понятно рассказано. Также у нас в комплекте идут две такие сетки. Эта сетка нужна для того, чтобы, когда примерно на 19-й день начнут проклевывать скорлупу. Вы убираете яйца, ставите эту сетку на ролики и сверху выкладываете яйцо. Чтобы цыплята, вылупившиеся, не попали и не попадали вниз. Также у нас в комплекте имеется система автодолива. С помощью нее вы можете установить мощность самого долива и восполнять затраченную воду в автоматическом режиме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!